Но сейчас очень популярно Бэйна ставить мид, чтобы помогать своему мидеру, да, но тикается Spirit Breaker, весьма интересный герой, Лина от No Logic Gaming, пока что не ясно для кого, то есть это, возможно, даже Кор Лина, возможно, и Саппорт, тут и Тускар может быть Хардлейнером, и Слардар, и Слардар может быть на Херри роли, поэтому предполагать что-то тяжело. Ну, один Саппорт явно у нас есть, Дизераптор, я думаю, Слардар это на тяжелую линию, Таск может быть даже с ним в дабу, чтобы в Сноболе вкатываться через крашик, и тогда решили. Интересное, кстати, решение, да, действительно. Да, Лина может быть не столько Кором, сколько мидером, давно не было Суламид Лин. Ну, так это и есть Кор-герой, Кор-герой, ну, то есть, герой, позиция, которая имеет фарм. Да, я... Оговорился, бывает. Я говорил, да, вместо Бора я хотел сказать Керри, ну, неважно, не Керри Лина, разумеется, а Суламид Лина, и Керри какого-то ребята себе доберут. Может быть даже, на самом деле, учитывая то, насколько мобильные здесь ребята, возможно, появление Спектры, учитывая то, что Бэйн, что Дарксир... Есть мнение, что Спирит Брейкер вместе с Дарксиром пойдут на топ вдвоем и будут там очень сильно мешать этой Спектре, но... Да, да, абсолютно верно. Конечно, если Спартан у нас выкинет что-нибудь эдакое, он у нас иногда любит играть такими своеобразными стратегиями. Ласт пик от Сёмы, и это должен быть герой для... 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 Ноуана, банится Виндрейнджер, почему банится Виндрейнджер? Квин оф Пейн уже в бане находится, и нужно взять героя, который не проиграет Лине в миде. Нету Квапы, нету Верки, соответственно, диапазон героев немножечко сокращается, но по-прежнему можно выбрать хорошего персонажа, это Вайпер. И для Спартана желательно, конечно, не брать милишного Керри, и если он все-таки уже есть у НЛГ, это Слардар, то нужно добрать обязательно второго хорошего саппорта, чтобы можно было простоять с Дарксиром и Спиритбрекером. Это Джиггернаут. Керри милишный, но у него есть вард, поэтому теоретически он будет более-менее нормально себя чувствовать. Да. Абсолютно согласен с тобой, и давай смотреть на то, как ребята растянутся на свои персонажи, и приступим уже непосредственно ко второй игре. Best of 2. Противостояние нового OG Gaming против Vega Squadron. Соответственно, в рамках Вильнюсского лана, Global Sports Cup от Game Show. Что ж, начинаем с представления команд, давай в этот раз я поговорю о Еге. Итак, Сема Деслеер отыграет у нас Бэйна, Соло будет играть на Спиритбрекере, но Уан отыграет Вайпера, исполнять на Дарксире, разумеется, будет Мака, не кто иной, и Паша, Паша будет Гирокоптером. Уно-Лоджик Гейминг, Спартан на Тускаре, то есть саппорт Мадара на Джиггернауте, то есть Кэри, Экскалибур, Соло Митлино, Милан и Мич, это Дизраптор и Слардар, соответственно, Милан будет саппортить Дизраптором, а Мич будет стоять на одной из линий Слардаром, скорее всего, в одиночестве, и на данный момент я его вижу на топе. Да, скорее всего. Хотя, вот именно комбинация, допустим, Слардара и того же самого Тасика, как я и говорил на стадии пиков, она была бы очень-очень неплохая, она бы заехала на самом деле очень-очень хорошо. Интересно, пойдут ли контестить руну на Лоджик Гейминг, потому что у них, скажем так, пак героев очень хорошо приспособлен для именно драки на руне. Есть АОЕ Стан, есть Шар, у Дизраптора, ну, Дизраптор может быть не так хорош на рун-контроле, но вот и Джиггернаут, и Слардар, и реально очень хорошие герои для того, чтобы повоевать. Просит Соло минутку. Да, разумеется, почему бы и нет. А вот у Вега Сквадрон, у них, кстати, нет героев, которые обладают действительно очень крутыми активными скиллами, разве что Гирокоптер с Рокет Баражем, ну и Бейн, у него Брейн Сап есть, с которым он может восстановить часть своих хитпоинтов. Ну, так я так понимаю, что просят, просят потеплее сделать в комнате отопление, вернее, это как ее, вентиляцию, потому что в какой-то момент просили, мол, типа, они говорили, заходили, мы будем потеть, как я не знаю что, но, типа, давайте-ка мы сделаем попрохладнее, чтобы, если что, особо, как бы, помещение не нагревалось, но теперь уже просят немножко сделать потеплее. Ну, не вопрос, конечно же. Мы это можем себе позволить. С миллионом-то долларов. Экскалибр забирает руну наверху, и внизу эта руна достается вайперам. Экскалибр забирает руна. Что ни одного крипа из пачки не добивает, и вот только рейнджового добьет. Это косяк, между прочим. Он мог там много добить крипов. Что вайпер, что игроков тоже по троечке-то сделали. Ну, на самом деле, это говорит только о том, что джиггернауту не так просто стоять на линии против Дарксира, потому что, вот я говорил о том, что в милишном керри стоять против Дарксира очень сложно. Особенно, когда у тебя саппорты такие, которые тебе не могут помочь. Ну, в данном случае, конечно, саппорты могут помочь. Тускар и Дизраптор, они приспособлены для того, чтобы убивать, точнее. Вот, но это, опять-таки, нужно еще и провернуть. То есть маг будет стоять, наверное, аккуратно у него, к тому же вард, а тут в центре вардов нет. Если маг поставит вард где-то в этой области и будет видеть каждый выход команды НЛГ, то он должен остаться в живых. По крайней мере, очень долго оставаться в живых, и это позволит ему контестить фарм Мадара. А вот Гирокоптер не испытывает подобных трудностей, то есть ему Слардар вообще никак навредить не может, и мы видим то, что Мич даже убегает сейчас с той линии, для того, чтобы он может стакнуть Эншинтов, или что он делает на руну, просто бежит, да, он бежит на руну. Можно было бы Эншинтов стакнуть, ну, хоть какую-то пользу приносить своей команде. Он забирает баунти руны. Да, баунг это, это такой, знаешь, билет в кино, как говорится. Смотри, как крипы умирают, как бы, и опыта не получает, денег не получает. Да, тут к тому же не заблочен спаун у нас, у Мича, или он был заблочен, и его раздевардили игроки команды Вегар, Эскадрон я не заметил, но это очень плохо, потому что его тут будут зонить, а Соло будет осуществлять пулы. Кстати, Соло может выезжать в МИД и помогать Ноуану убивать Экскалибур. Да, вполне легко, но при всем при этом я вот хотел обменить красную. Ну, вот, например, сейчас, посмотри, просто, ну, все, Экскалибур умер. Тут никакой Телепортова не спасет. Но Ноуан это может взбить, отсказать из довольно-таки неплохие шарки, дальше сноубол, и все, второе видео, но ФерртблатРа заместился в Эскадрон. О чем я хотел сказать, о том, что внизу проблемы могут быть у Митча прямо сейчас, но он просто отходит, а ребята из Веги берут и прямо по Таурам уже себя чувствуют прекрасно абсолютно. Со спины заходит Соло с Чарджа, Митч успевает дать хороший фраж, но получает первый взборок довольно-таки большое количество дэмиджа, еще пару тычек, раз, тычка, два, три надо было сделать Паше, но Паша не стал, разумеется, рисковать, потому что если что, там и сейф-тп могли быть, ну не особо приятная история получилась бы. Там если бы Бэйн Семка там сверху закинул, соответственно, откусил бы, может быть, получилось бы, но если бы, как говорится, у бабушки, да, она была бы дедушкой и так далее, и так далее, поэтому не будем на это внимание заострять. Спертон вошел в вражеский лес, и сейчас нарвется, сейчас нарвется же молодой человек, вот Соло его видит, Соло его видит, сейчас бы ему просто этим чайником по голове настукивать, мол, серий парень, ты что здесь забыли? Ну, Джигерна пока что профармливает более-менее наравне с Гирокоптером, разве что Гирокоптеру пришлось там за вышку лезть, чтобы убить Слардару, ну, или попытаться, по крайней мере, это сделать, команда Knowledge Gaming контролит руну на боте, Excalibur забирает хосту, очень, кстати говоря, хорошую руну, и вот Спартан рисует, может, типа, мол, попробуем зайти в лес, но похоже, что Excalibur не прочь просто пофармить, ну, и действительно отправляется на мид. Ну, знаешь, что интересно, вот не так, ну, давненько нас не было спиритбрейкеров, на самом деле, и мне-то интересно, как кому прокать на всякие башки, то есть прокнет ли, как будет вести Алексея на Кадила? Так, стан довольно-таки неплохой по ноу-уану, разбегается Солыч, попрямо в Excalibur попадает, еще пару тычек, но неплохой, естественно, стороны на Спартана, уже Excalibur не догадать, он даже отривается бутылкой немножко, еще один стан, который попадает по ноу-уану, задулочка, сверху раз, тычечка, два тычечка по магу, но Санта-Кп уже умирает. Ой, наш товарищ, потому что на Соло был Айншелл, Айншелл от мага, который на двоечку вкачанный, решает вопрос. Не знаю, почему Вайпер так нравится большинству команд, почему все его стараются убить. Да, учитывая то, что у него, как бы, вот он, Коррозив на троечку. Да, в него ребята дали прокаст, но когда туда подошли остальные игроки, можно было бы, все-таки, перестать кастить скиллы Вайпера и начинать убивать кого-то другого, но в данной ситуации, конечно, ноу-уану должны не спрать, правда, он успевает кунуть Милана, играть ли погибнет, слишком много у него было хитпоинтов. Именно так. Что ж, 3-2 в пользу команды Вегас Кадрон. Разумеется, если я открою вам графики на Штаймуке, не покажут нам тысячное буквально преимущество. А это, это ничего. Это ничего, это все отыгрывается за одну, полторы, даже драки. На Мадару сверху идет разбег, но, скорее всего, просто так соло приезжал на Льву. А, привет, я пришел. И, кстати, еще развел тебя на Блэйд Фури, если посмотреть его уровня. Ну, у Мадары Аквила, он не сильно обижается, скорее всего. Он поднимет шестой левел, апнет чуть-чуть маны у него, и так мана регенится относительно неплохо. Сейчас Мадара будет осуществлять стак-пул. Вот чем приятно стоять на дайер-стороне, то, что ты можешь вот так вот осуществить пул, и там, во-первых, стакнется, а во-вторых, ты крипов откудешь. Кстати, мы идем к нашему штабу и позавчерашнему разговору. Вот на миде, на миде, смотри, что происходит. Экскальбур может погибнуть, но Милан его глимцует обратно. Ой, прошу прощения, Милан глимцует как раз из Тритбрекера обратно. Пытается бить Сёма, Сёма, блин, сап, лагуна, внуна. Мич бежит, и у него есть краш. Не спешит, Мич дает в итоге после того, как действия вот этого вот... Найтмара, да, начальной, из-за которого ты можешь не попасть, скиллом, оно закончилось, он был краш. Отличная работа. Но Спиритбрекер не теряет надежду убить Экскальбур, Экскальбур нет маны, он дает тычку, не пропирается на баш, дает еще одну, не пропирается на баш, и здесь очень неудачный выходит Спартан. Правда, он теперь пропирается на баш, да? Да, длинная рука соло позволила ему сделать фраг. Хороший размен для Алексея. После Паша еще и спорта забирает, да, до кучи, до всей. Но не так уж и сильно на Кадила-то прет Алексею. Не так уж и сильно. Ну, Алексей должен был это сделать, он прекрасно понимал, что, скорее всего, он Лину там убьет, и все-таки получилось. Вот смотри, у Мадары, вот разговор, который у нас был с тобой, наверное, пару дней назад, позавчера точно, да, как мы рофли на тему того, что, значит, у кого топовый сетик из Свери, тот и у Мадары. Вот вроде как у Мадары топовый меч. Нет, топовый меч — это контуза. А, вот. Ты что, забыл? Я еще пять лет назад с Каспером комментировал Квейк когда-то. Смотри, Пашу. Да, Пашу забрали. Попробуйте забирать. Хороший найтмар от Семы, но это вряд ли спасет Пашу. Правда, погоди-ка, он на вейзиках бежит, юзает колдаун, меч дает краши, не успевает дать последнюю пичку. Вот, здесь пытается работать Милан, делает свой фраг, подходит Мад, нету вакуума. Но, есть клетка. Крафт, у нас Соло, да плевать на эту клетку. Раз, тычечка. Два тычка, сейчас бы на башек-то проперла, и Соло чего не пропевает. Кайтит, кайтит Милан, он знает, что нужно делать в таких ситуациях, просто бегать под кустышки, но Соло, к сожалению, быстрее. Он элементарно его догоняет и убивает. 8-6, опять же, в пользу команды Вегас Падро. На 9-ой, на 1-ой матч. Графики нам покажут все то же самое преимущество. На самом деле, потому что на качелях играют ребята, то там фраг в одной команде, там фраг в другой команде, кстати, выходит на экскалибуре. Вот инвайкер-страйк в него полетел, пытается отбить все станчиком, станчик удается. А Соло, кстати, отменил, отменил разбега, а не отменял бы. Может, тут Спартан пришел, видишь, скорее всего, застрелил полы и так далее, и так далее, да, согласен с тобой, но... Ну, игра очень похожа на то, что происходило на первой карте, потому что, опять-таки, команды... Аккуратно играют? Ну, не сколько аккуратно, сколько, по крайней мере, ровно. То есть, с одной стороны, Джиггернаут у нас фармил не так много на линии, потому что против Дарксера стоял, с другой стороны, и Гирокоптера там разок шлепнули, и перетяжки разные осуществляют коллективы. Стараются вот как-то динамичнее играть, но, тем не менее, разницы особой пока что нету. На графиках мы видим то, что Вега имеет всего лишь 1000 золота преимущества, ну и, по-экспе, на Лоджи Гейминг чуть-чуть впереди, буквально там на 250 на 500 единиц. Да, отмечу то, что будет готовить себе Юлы. Скалибур, разумеется. То, что у Мага уже почти готов, ему там остался рецептик, и все. Меканезм. Дарья, соответственно, No One. No One сходит, кстати, тоже... Меку тоже хочет No One, очевидно. А, погоди-ка, он купил себе хедреску, ты говорил, что там у Дарксера, да? Да, вот это, кстати, косяк. Ну, такое бывает. Такое, на самом деле, бывает. Ребята, видимо, не успели договориться, и не знаю, что он тут будет делать. Пайп, что ли, в такой ситуации? Ну, скорее всего, он просто не будет грейдить. Ну, а почему нет? Можно сказать, что он может попытаться какой-то Владмир скупить, да? Но это что-то тоже как-то так все смотрится, да и Пайп, на Вайпере так все смотрится. Посмотрим, что придумает No One с этой сети. По крайней мере, он начинает спать ПТ. Нападает Соло на Спартана на топе, но здесь он его забрать не сможет. И, кстати говоря, Спартан запирает его в шарды, а тут в спину уже заходят остальные игроки и команда Knowledge Gaming. Получает братун Пендаля, пытается... Так, что это был за странный такой краш? А это он хотел по таймингу, когда Соло, мол, вылетал бы с сенты, чтобы он получил... Слушай, неужели... Неужели он реально уходит? Погоди, а там Дракт разворачивается, еле-еле живой у нас маг старается уйти, на нем Amplify Damage, он юзает Surge. Шарды... Ай, все-таки достали мага. Используется краш, опять-таки Пендаль, и Мак уходит в таверну. Должны спушить ручки, молодцы, хорошие сейчас очень атаку, они продемонстрировали на току Джиггернаута есть. Он не слэш, главное на одиннадцатом левеле его вкачать. Я не знаю, что он там вкачал, но он припихачал просто на одиннадцатом, потому что плюс на Джиггернауте обычно и так берется, а тем временем Ленин забрали. Радиенс Топ Тау, да плюсик, как раз, есть у Джиггернаута, на одиннадцатом левеле вкачать. Идем на одиннадцатом брать. Не попадает в холдауном Паша, поэтому Миланс не должен выжить. Радиенс Топ Тау на топе забрали, да? Дать и времени в игре ждет вышку на Меду, и, соответственно, не удается пока что-то делать. Глип прожимает у Долджи и должны, не знаю, может, таковать и обратно что-нибудь делать Глимс. А Глимс Глимс будет пытаться юзать Милан, и он успешно это делает, у него есть ультаус и пили Ноуана, но здесь без помощи не убить вайпера. Опять, ребята пытаются запустить самого жирного героя, но в данной ситуации просто никого другого было не Глимсануть. Нет, тут уже опасно, тут уже лучше не лезть. Тем более, что и продамаженный Мадара здесь находится, то есть влететь-то можно, а попоследствия здесь тоже надо додумать как-то. Стараться, ладно. Смотри, да, хитро играют. НЛД юзают смоук и побегут сейчас в лес, похоже. К сопернику. Думано. Но если они через мид будут пытаться заходить, то у них вряд ли что-то получится. Нарисовал у нас Спартан, как они хотят зайти, но с другой стороны, тут у них варды стоят, они тут видят, что никого-то на самом деле нет. Куда-то бегут вообще непонятно куда, они же знали, что соперник туда не перетягивается, или они просто провардить хотят, но ничего не понимают, что они делают. Ну, как бы, варду не здесь и так стоит. Погоди, 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 они прячутся просто в лес. Они будут байтить на Мадару, Мадар сейчас добьет пачку крипов, возможно, пойдет дальше, и кто-то придет сюда либо фармить, либо убивать Мадару, они втроем заберут. Да Мадар, а, Мадар, Мадар идет туда, я думал, ну, как бы... Ладно, ладно, хорошо, маг здесь, маг разгоняется. Ну, вот-вот-вот, это как раз-таки тот клиент, которого нужно попытаться забрать, правда, он не подставляется под бишен, стоит очень аккуратно. Чипенко. Хитрец. А вот теперь выходит, тут его сейчас видно на варде, залетают на шаре. Ну, так не убить его, погоди, слишком много, вот через Омни Слэш надо забрать быстренько маг, Блэйд Фури Топаут, возможно, есть смысл делать, Мадар оставит вар, тут слишком долгие телепорты, вот, команды Вега Сквадрон, да. Блэйд Фури Топаут нельзя было делать, припортился Блэйд, и все бы испортил. Юзается чардж, Блэйд Фури от Мадары. Чардж был Спарта, ну, дальше Спарта должен пить Сноубол, ибо его иначе будет очень-очень больно. У Паши проблемы с здоровьем, он успевает дать кулдаун, если что, держал, 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 Сема, конечно же, в инсгрипе. Товарища, он не успел его добить соло, также отправится домой дриппл килл для Мадары. Ух, как же хорош здесь был Пускар, он просто засейвил, вот, умирающего с Лордара, так, кто сандартный гриб, не зря, не зря Спарта играет в этой команде. Мадара будет играть через Блэйд Фури, через Бэтл Фури, прошу прощения. Блэйд Фури у него, итак, в любой Джаггернаут играет через Блэйд Фури. Ну, нет, не любой Джаггернаут играет через Блэйд Фури. Раньше была мета, когда играли в единичку Блэйд Фури, статы, статы, Монсин Джин Бьяш, вот, все, вот, сейчас же Джаггернауты решили, что через Блэйд Фури, через Блэйд Фури, прошу прощения, и через Блэйд Фури играть намного выгоднее, ну, так оно и есть. Все Джаггернауты сейчас так играют, и азиатские, и не азиатские. Впервые, кстати, в этих патчах начали так именно азиаты играть, через, вот, Макшона Блэйд Фури, и через БФ. Да, Соло бежит, Соло бежит на Мадару, Мадаро крутится, и Паша здесь супер тут, но, разумеется, был бы Незер Страйк, может быть, даже Мадару могли бы попытаться забрать, потому что он бы его задержал, этот Незер Страйк, и там уже кулдаун, там, конечно, бывает, замедлили бы очень сильно. Ну что ж, смотрим на графики, понимаем, что у НЛЖ есть преимущество, но, разумеется, там в тысячу золота, тысячу опыта, это не деньги, как говорится. Глянем на Нетворс, и понимаем, что первое место занимает Мадаро, по Нетворсам на втором месте Паша. На третьем есть Лина, а она же, соответственно, и Калибур. Глянем на айтемы, которые у нас здесь имеются, и понимаем, что Паша, он уже взял себе сейдж, Яшка, значит, скоро подъедет, у Мага есть готовый, соответственно, Мека, у Вайпера появляется Огр Класс. Ну, очевидно, что Ноуан будет делать либо Сенчин Дьяшу, либо Блокинг Барт в такой ситуации. Сенчин Дьяша хороша, потому что Вайперам очень тяжело фармить, мне нравится Харк. Да, на Спортно пошло нападение, Паша, ну, соло подъезжает, и отличный снова Болл, с той стороны на Спортно, он приводит ему неудачь в Медии. Да, потянул время немножечко, капитан команды Ноу Лоджи Гейминг. Мне нравится, как Пайкат играет на Вайпере, он чувствует, что у него не удается захватить преимущество на карте, он делает либо Медас, либо Яшу там первым артефактом, потом делает Сенчин Дьяшу. Прожали, кстати говоря, Смоук, Вега Сквадрон прямо-таки на иллюзии, помигал туда Спортан. Слушай, он реально много делает, время тянет иллюзии, палит Смоук, и Вега Сквадрон сейчас не смогут удивить своего соперника. А здесь Ноу Ван, если он будет играть через Блэк Кинг... Нет, он все-таки через Сенчин Дьяшу играет. Вот почему я не хотел бы, чтобы Ноу Ван покупал здесь БКБ, это потому что фармить было бы очень тяжело. Ты не можешь нормально фармить Вайпером, потому что... Ну, он как Слордар, да, вот я говорил на предыдущих картах, что фармить Слордаром очень тяжело в Медгейме. У тебя нету способностей, которые позволяют быстро фармить лес, быстро фармить линию, нету лайфстила встроенного какого-то, и из-за этого ты вот очень сможешь на дистанции просесть по фарму. Поэтому делается Сенчин Дьяша, чтобы как-то ускорить процесс фарма. Да, тем временем Бандар обзавелся. Митч пропался в Финскрид. Жигант пока. Слушаю, живет на Солова Дагоник, разумеется. Думаю, сейчас у Экскалибра... А у Экскалибра был Ю! Чуть-чуть на Дамикрил, похоже, наш 7К ММР игрок. Ум, не, ни в коем случае, Экскалибур очень много игр мне выиграл. Сейчас, кстати говоря, его могут убить. Но хороший станок Экскалибур, что писал. И с Незерстрайком на Соло ничего не вышло. Правда, еще один чардж от Соло, его гремцанули обратно. Все еще есть у меня слэш, полетел на Соло в Сноуболе, дальше плюху. Мадара, готов ли вылетать? Сломи слэш, я готов, конечно же, и Соло отправляется домой. Байбэк от Соло, слушай, похоже, здесь драка будет действительно продолжительная. Экскалибур, Экскалибур на Юле живет, у него здоровье, это просто мама не горюй. Слардар получает разбег в лицо, сам же спит. Пашу глимцует обратно. Сема? А все, мы полетели. Полетели, тут статик-шторм довольно отлично, статик-шторм, кстати. Одного статик-шторма, к сожалению, здесь не хватит, потому что нету Лины, и это основной демокрилер. Смотри, что делает Спартан. Он спас Дезератора только что своего. И вообще не дал Веге, с которым он вообще больше дальше ничего делать. Ну, разбегается Солоч, Солоч, опять же, отменяет разбег. Получается, что два в одного, плюс еще заставили Алексея выкупиться. Выкупиться, да. То есть убили мидера, отдали саппорта. То есть с одной стороны, это действительно выгодно, но из-за того, что Spirit Breaker выкупался, это привело к тому, что в целом команда по Нетворсу просела. Чуть-чуть, но просела. Ну, опять же, это все в пределах даже одной тысячи зол. Сейчас команде NoLogic Gaming необходимо прожать Смок. Вот у них появился дайгер на... Вот они Смок прожали. Молодцы. Пойти, забрать кого-то и забрать Рошана в ответ. Это позволит им получить инициативу на карте. Экскалибур бежит впереди, и это крайне опасно, потому что если тиммейты не подоспеют... Но вот Паша. Паша, кажется, понял, что здесь происходит. Отступает, и Смок заревелился. Глюпсует, правда, Павла. Получает он Волрус Панч, прячется в шар у нас Пускар, но опять Экскалибур не к месту здесь. Он стоит в очень неудачной позиции. Выявится сам. Здесь вард Джаггернаута, который, может быть, как-то поможет сражаться. Усыпили Мадару. Есть у Семы Финс Грипп, он может сейчас его заюзать, и надо его здесь уже было бы юзать. Отличная работа. Сема со Слеер, но ему, блин, сом этот Финс Грипп сбивают. Должен быть он не слэшем... А, у него слэша еще нет, он стулдаун, подходит маг. Стеночка у него имеется, шар от Спартана. На последнем издыхании здесь держится у нас Дизрафтер, он уже отступает. Спартан тоже еле-еле уходит. И что-то мне подсказывает, что Мадар отсюда никуда уже уйти не сможет, если команда Vega Squadron попытается уже закусить, но нет, драка разделяется, и Сема отправляется в таверну. Единственное, кто остался в живых, это Соло. Возвращается Милан. Без КП, он не слэш, откатился, и потом припая Мадару, делается шар. Минус пять в исполнении команды, но Лоджи Гейминг гениально. Просто гениально. Сейчас, я думаю, будет Файт Рикап, где вы оцените вообще все масштабы того, что произошло. Зверски раскайтили сейчас игроков команды Vega Squadron, они не смогли добить ни Пускара лоу-хпшного, ни Дизрафтора лоу-хпшного, ну и все пошло по плану. Смоук реализован, фраги сделаны, идут на рошаны, все просто. Да. Более того, все не просто пошло по плану, а на самом деле гораздо лучше, чем планировалось, мне кажется, потому что... ...фраг и пойти на Рошана. Рошан has fallen to the dial. Да, ожидали сделать один важный фраг, у тебя просто микрофон не был включен. Пропал микрофон, но в общем-то все достаточно тривиально. И на самом деле, возвращаясь к этому, у Меча есть блин, что, хорошо. У, соответственно, Джаггернаута есть Монта. Ну, он не есть Монта, остался только один айтем на нее. У Блины, в принципе, Юльчик, и все, с одной стороны, Вольча даже неплохо смотрится за куп. Ребята, заложи. С другой стороны, у Веги тоже не так все печально, как могло быть. Выход с Макак. Все, мы за слайд, сейчас будем сразу же фокусить. Или же сразу в двоих меч. Ай, попадается, это молодой человек. Айдет из грипп, they want to save it. Сноу-болл дальше, плюху попашу. Ну и все, W для Excalibur, здесь больше нечего сказать. Ну, Спартан великолепно играет на Тускаре. Не раз я отмечал, что он один из лучших Тускаров, на мой взгляд, в Европе. Ну что ж, что в этот момент должны делать вегаспадрон? Все-таки нужно постараться дофармить Блэкинг Бар на Герокоптере. Мы видим то, что сейчас Герокоптер не имеет практически ничего. Есть у него сэн, есть у него оба фарта, есть китпоинты, но в целом сражаться крайне, крайне сложно. У мага две тысячи с лишним золота. Он будет покупать Блиндайгер. Нужно обязательно получить 11 левел и вкачать на двоечку щенку, потому что сейчас уже Knowledge Gaming начнут реализовывать свою инициативу, получившую последнюю смолку. Партица Вайпер и драться здесь мне кажется немножечко опасно. Мне у меня свободочные шарды, но взяли Сёва, Сёва получает Валарус Панч и всё его подфокусили, а Солочет меняет свой разбег, потому что здесь он уже будет ни к силу, ни к городу. Мадара начинает нападение на Т3 Тауэр и... что может сделать Вега в ответ? Бэйн не может выкупить 25 сих. Какого не будет? А где Вард? Что, кто-то разбил, что ли? Я чуть не заметил. Я тоже. Он стоял, 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 теперь его нет. Ну, что-то досадно, потому что так бы Мадара поломал бы вышку, а так ему придёт подсыпить. Я не видел плюх, который веке. Я тоже, я тоже не заметил, я немножко в другую точку карты посмотрел, потом разворачиваюсь, смотрю, а Варда уже нет. Ну, видимо, там NoOne добил. Но смотри, NLG, делая вид, что они отошли, на самом деле они просто спрятались в лесу. Они спрятались здесь, ждут в кустах, просто из кустов сейчас как вылетят. Как не летит, как обнимет. У Джаггернаута есть Манта, у него есть, соответственно, ещё и Аегис, и ждут они, пока ребята из Веги высунуть свой нос. Мне кажется, прекрасно понимают и Вега, что в их лесах сейчас запрятались на Лоджи Гейминг. Аккуратно и плавно ведёт свой вертолёт подальше отсюда Мадара. Будет ли попытка как-то Пашу сейчас забрать? Да, вот мы видим, что Паша дофармил пачку и сразу же отправляется обратно. Тем временем на топ идут на Лоджи Гейминг, Соло получает краш, ему нужно юзать Чардж, но его, скорее всего, Экскалибур собьёт. Так, вот Ньюлл, Стан, Драгонслейд, даже не обязательно был бы косить Экскалибур, но Экскалибур и шут. На Верочку, все равно на базу нужно будет идти регениться, он без хп, без маны, поэтому, какая разница, Лагуна не так долго кулдаунится, чтобы её жили. Более того, у него есть 3 900 денег, он вполне в скором времени может позволить себе чистой голды. Не знаю, мне почему-то кажется, что Экскалибур не будет Аганим покупать в этой игре. Возможно. Возможно, что и он понимает прекрасно, что рано или поздно, например, Паша заберёт себе БКБ, и он к этому стремится, и это дело надо будет как-нибудь контрить. Он это, по крайней мере, тул. Ладно, продолжаем разговор. Глядим на айтем бриф, что у нас есть, ребят, мак у нас с блинком, как мы... погоди, он тащит, кажется, курьера в секрет шоп, правда, без купленных вот тех, пока что просто по инфустерам и занесли с тем временем на боте, хоть, ну, отличный кинсгрив, но тут это не поможет. Да, Паша, неплохой кулдаун, брифу, стартно Моттау, он убивает партнер, неплохо таун, он засняется, мак, потому что и тяжкая стерка довольно неплохая, Мадара. Будет жить, Монтой, как хорошо задоржил та парень, обходит стеночку, далее, мич. Глимсует обратно соло, дают ему стан в лицо и отрывают, смотрите, как бодренько. Мадара, стрик просто офигительный, и скалбург все-таки приобрел себе аганим, теперь на 13-м левеле его ультимейт будет иметь тип урона pure, то есть чистый, это значит, что он будет игнорировать коросецким вайпера, ну, то есть магическое сопротивление, которое дает этот скил. ну и вот возможны блокинг-бары, которые появятся. Что я хотел сказать, Мадара за эту игру не умирал ни разу. Обратите, не умирал ни разу. У него такой токерный стриг. Тут же два блинка появляются, кстати, и у Мадары в том числе. То есть у него сейчас затар финальный, получается блинк, манта, фазы и батлфьюри. Ему этого хватает для того, чтобы откидывать лица на право и далее. Ему нужно просто блинкнуться в центр драки, заездить умный слэш и убить какого-нибудь саппорта мерзкого. Вот, например, Бэйна. Да, именно так. Графики, но говорят о том, что 7,5-8, даже 80 тысяч по золоту впереди. НЛГ также по экспресс за десяточку их преимущество уже переваливает. А я не помню, мы отмечали то, что у нас у Милана появился блинкдагер. Это тоже очень важный момент, потому что от дизраптора очень многое зависит в этой игре. Не отмечали, но вот отметили. БКБ появилось у Геррокоптера наконец-то. Ну, тут даже не важно то, что у Лины есть лагуна. Лагуна это пока что второго уровня, она дамажит лишь 605, ну, сказал так всего лишь, это на самом деле много, но на 16-ом левеле Экскальбур будет еще больше отрывать, поэтому пока еще терпимо. Можно за счет этого бара переживать в драке. Пусть ты получишь лагуну, но все равно. И интересно то, что Паша у нас купил Сенж, он будет похоже собирать Сенжинльяшу здесь, раз уж он этот артефакт приобрел, но против Слардара как раз-таки манту было бы неплохо заиметь. Манта на Геррокоптере появляется крайне редко, крайне редко, но в данной игре она, наверное, была бы не лишней. Просто Паша решил, что ее, возможно, будет очень тяжело купить. Но Сенж, да, Сенж у него был еще до появления БКБшка. На самом деле... Вот сейчас могли начаться небольшие проблемы у нас у Паши. Так и не начались. Надо БКБшить, надо дожать БКБ и уходить. Так и делается. Что ж, ребята из NLG должны дождаться следующего Рошана, потому что для них это будет самый сейфовый такой вариант дождаться Рошана. Пока вышку можно забрать на топе. Да, забрать Т2-вышку, пойти, взять Аеги с себе, развернуться и закончить эту игру. Ну что ж, может быть, может быть, эта игра станет первой победой в сегодняшнем игровом дни, это у нас в нового вовсе. Что добавит нам довольно-таки такой серьезный элемент интриги. Нистерла Тауэр. Ребята, триггерится. Преимущество. Хоть и у Knowledge Gaming определенное преимущество инициативы сейчас на карте, у VEG Asquadron тоже есть геймченджеры, поэтому не стоит ни дооценивать. Так я не хороню вегу, я говорю, что шанс создать и триггер, а не то, что они уже там проиграли. Магу только желательно не погибнуть, ему вешать Amplify, но у нас Милан далеко а не все-таки глинсонет, походу. Но не удается нормально глинсонуть, по-моему, мага. Тут все равно народу слишком много для Чипенко. Чекают ребята Рошана, Рошан еще не заспавнился. Тоже удобная комбинация, на самом деле Дизраптор плюс Слардар. Слардар дает Vision Amplify, а ты глимсуешь. Да, ты глимсуешь, Слардар еще и крашит, и у него еще природные баши встроенные, которые можно исполнять. И все. Похоже, будут Т3 забирать NoLogic Gaming или заставлять Мага выкупаться или просто забирать Т3. Мадара так нагло блинкается наперед для того, чтобы дать ему слэш. Узается Fortification команды Vega Squadron и на топе, кажется, будут пытаться убивать No1, но One допускает очень грубую ошибку сейчас. Высыпили Excalibur'а, Vega понимают, что здесь уже очень тяжело будет драться, пошел он не слэш, появляются слепы, демокс распределяется на кого Мадара убить не смог, но при этом выгибли. С другой стороны нас гирокоптера, который прожимает ВКВ, байбэк от Вайпера, Чепенко еще не давал стену. Уйти в Snow Warrior. Дарьяс Берден, но получил вывы от Солча и отношусь, наверное, на 50 секунд. Ну, хорошая атака, она того стоила, заставили Вайпера выкупиться, у бедняги и так денег немного, мы видим, что по Нетворцу No1 проигрывает трем тур-героям, двум команды соперника и одному своему. Вот появился Рошан, и Митч старается как-то аккуратно здесь действовать, потому что он прекрасно понимает, что Vega тем пиком, который есть у них, этого Рошана быстро забрать не смог. С другой стороны, у них нет спертана, и знаешь, что я тебе скажу? У меня есть четкое такое понимание мнения того, что... Нельзя Митчу здесь стоять. Да, во-первых, да. А байбекается спартан, тогда нормально. Спартан здесь делает большинство драг. Он их сделал с самого начала этой игры, то есть его таск... У него 18 ассистов. Обрати внимание, что это топовый показатель, и то он саппорт, а Слардар это хардлейнер, по сути, который стоял на боте. Да, стоял на боте, все верно. Ну что ж, ребятки подходят к Рошану, и давай Мадара ломай. Ну, потому что демиджи уже хватает для того, чтобы разбивать Рошана очень-очень быстро, здесь бы как бы не зашли вега. И я только что видел линку, и ремня показалась. Дабл демиджи заспалнился, ух, какая же это хорошая руна. Ее подбирает все-таки Руан. Можно с ней попытаться что-то придумать, но нету вот возможности синициировать драку. рассосались НЛГ и не подставляются. У вега нету вижна совершенно никакого, потому что достаточно давно Милан купил себе гем, и он с Блиндайгером просто все дивардит. Аккуратненько НЛГ сбегает на Рошана, прекрасно осознавая то, что вега их не видит, а вега принимает попытку поломать и два вышка. Видимо, Рошана контестить они не собираются. Дайя структуры футболисты и вега демиджи на нуне можно продолжать заниматься пушем. Более того, учитывая как серьезно все вышки в время команды века. Милан, кажется, не хочет соперника отпускать, ставит клетку, сюда бликается мяч, отличный краш, но правда вся команда еще далеко. спасает Спартан своего семейка Милана, дает искалибур лагуну Паша. Слушай, тут чертся драка на хай-граунде весьма неплохая получается у вега с патрон, правда должен сейчас погибнуть гераком в ближайшее время. Он не слэш, живет еще ноуан, получил вайпер-страйк Мадара, но все-таки Лину у нас убили, и Мадара начинает развлекаться. У него тут есть вегис. Четвером вега с патрон. Слушай, подожди, может быть сейчас появится возможность выиграть драку у вега, крашен миш мажет, да неужели? Но слишком мало хп было у вайпера и геракоптера, и вряд ли здесь что-то получится. За любой спартан бамс, бамс, до свидания говорим, да, Мадара? Что ж, три в два про усоегис. Ну, если честно, если честно, все могло получиться намного хуже, потому что у соперника был оегис, и могли вега-сквадрон все погибнуть, и мне кажется, что даже по Нетворцу они, посмотри, кстати, как они разменялись, они отдали на целого героя больше, и при этом получили две с половиной тысячи, вот разница в графиках должна сейчас измениться на две с половиной тысячи, приблизительно, там, так и есть, так и есть. Ихспы очень много они тоже получили, для них эта драка была выгодна, потому что они выбили оегис, и в какой-то степени Мадаре должно быть немножко страшно сейчас. На базе спартан дает Валрус панч, разбираться с бараками. Сема! Ну, Сема нет финсгриппа, еще 14 секунд, Мак залетел, ну и Мак чуть-то не отлетел в минус один барак, и иллюзии. Рейнжовый барак потеряли вегас-квадрон, это вот минимальная цена, которую им пришлось заплатить за отданного Рошана. Лучше в этой ситуации сделать, по-моему, было просто невозможно. Если бы сейчас сюда пришли Нолоджи Гейминг с аегисом, и вот это было бы минус второй стороны минимум. Это могла быть, да, действительно, теоретически еще могли там половину стороны или целую даже поломать на боте, если бы вега потеряли биггерокоптера и вайпера, например, на боте, и в ответ никого бы не забрали. Так получилось, что вот в этой неразберихе на хайграунде, когда мич, казалось бы, попал краш, а вся его команда еще была далеко, никто не успел подойти для того, чтобы под этот краш скастить скиллы, мича там быстро замесили, ну или не замесили, по крайней мере, очень сильно накоцали. Нормально получилось скастить. Все мы будут ловить, да, поймали и все. Нет? Нет. Утошел, купил Аркана. Он добежал до секретшопа, купил Аркана. Может, он не совсем сбежал? Все, 45 секунд, у него нету байбека. Ну, а ты откроешь, на самом деле, сейчас байбеки, будем смотреть. У Соло есть байбеки, и у мага есть байбеки. И все, у Паш нет байбека. У него девица долгий на руках. Он самщен, чтобы это есть. То есть, ломается второй барак, пока что в лифт, но, естественно, в процессе. Мадару могут зацепить, если что есть партнер рядом. Разбег от Солча по Мадаре, Мадаре крутится. Дальше маг, стянка, стежка. Стежка, стянка. И так далее. Стежка, стенка, разумеется. Омни-слэш. Мало-мало дэмэджа наносит Мадаро с Омни-слэша, но вот руками он может попытаться забрать Пашу. Пашу плинцуют обратно. И в итоге... Паша, боже, как же он мастит от этого очень сильно замедляет Вайкер, но, похоже, он останется в живых. Сработал эффект Сэнджа. А тут, конечно, уже Экскалибур со всеми разбирается. Вроде бы попадает все на дисфейер у нас с ним с гриппом. Вайбэк от Спередбрейкера. Надо хоть что-то здесь делать. Блимсует обратно беднягу Соло. Найтмар на Экскалибур. Экскалибур есть жив, он сейчас ее скастит. Неплохой наносит дэмэдж. И, опять-таки, Спартан продлевает эту браку. Экскалибур получает много урона. Ой, как маг это за байтили, господи, ты боже мой. Мадара разворачивается и начинает разваливаться. Ликон Тунис, да, он неплохой от Паши. Далее у Соло будет проблема этой гонки серьезной. Паша еще не умирал ни разу. Поэтому, в смысле, ни разу за эту драку, конечно же, поэтому байбэк у него... А байбэк у него появляется. Да, появляется. Думаешь, накапали. Далее. Под Бардом отрегенились на лоджи гейминг, а вот Вега все свои скиллы скастили и хитпоинты потеряли. Лучше отойти и перегруппироваться, не лезть дальше. Что ж, а что дальше делать экскалибру и команды? Ждать другого Рошана, но... Ну, погоди. Они барак на миде забрали, в общем-то. Все в порядке. Они спровоцировали один байбэк. У нас Соло выкупался. Правильно? Правильно. Соло выкупался, выкупался. Так что, теоретически все в порядке, все под контролем. Ребята медленно, но очень уверенно идут к победе. Более того, у Мадара еще к тому, что он в прошлом замесе был уже с Аскади, да? Попает сейчас Башар себе вместо Аквила. Да, Абисал будет делать обязательно. И все у него хорошо. Далее смотрим на Атимпариф. Вообще, что есть в руках у ребят. Экскалибру и Стесна Шива, который он также показал в прошлом замесе. У Мадары только что появился с Кулбашар, о чем мы уже сказали. Милан готовит себе агонию. Кстати, не теряет ген до сих пор, что очень-очень забавно. Редко бывает такие дезрапторы. Но вам, он же, ну, он же, товарищ из Веги, забирает себе пока что в руку талисман на уклонение. Может, бабочку будет это сделать? Посмотрим. Абсолютно. Удал от Паши. Пытается он отсюда уйти. И не через БКБшечку. БКБшечка уже давно 5 секунд на этого молодого человека. У Соло есть просто Сенч и урна. Все, Модес Леер с Глимер Кейпом, который ему, в принципе, помогал одно время уходить от всяких таких страшных вещей. Но сейчас уже, разумеется, ничему не поможет. Ну и мич, которого как бы максимально мобильный Слордар, который имеет и Блинг, и Форстаф, и ПТшку и готовит себе сейчас БКБ к появлению. Такой вот у нас айтембриф. По графикам смотрим, что 15 тысяч по золоту, 15 тысяч по эксперт. Впереди команда НЛОДЖИ. 37-ая минута этого матча. С вами по-прежнему работает Форс и Борода. И мы ждем следующего Рошана вместе с командой Нолоджи Гейм. Эй, что происходит вот сюда? Да, Милана не зацепили. А тем временем ребята из НЛОДЖИ подходят к нижней стороне, где, соответственно, будут пытаться что-нибудь сделать. А вот и Вайпер, который купил не Сенч Яшу, а купил он себе Алибарду. Я об этом хотел тебе сказать. Ну, предположить это дело, но у нас разговор как прервался тогда о Сенч и всех производных, как и очередной дракой. потому что с головы улетел. надо будет Джиггернаута как-то пытаться вырубать во время драки. А самый простой способ это делать, соответственно, покупить себе Алибарду. плюс есть бои. Ну, если что-то. Ну, а трубки. Мадара сбирает дабл дамедж, и это может быть очень серьезной проблемой для Вега Сквадрон, для их древних крипов, да. Хотя, ну, НЛЖ далеко, и они очень разрозненно находятся на карте, на самом деле, будем бы собраться. И пока они будут собираться, есть вариант, что у него просто возьмет дабл дамедж, кончится. Это пауза на руку, Вега, им нужно дофармить артефакты. Да? Мы видим то, что Дарксир у нас с грифзами и начинает делать шиву. А возможно, даже есть смысл купить не шиву, а кирасу. Не, ну, он, конечно же, шиву купит. Просто кирасу, я тут думаю, что какой-нибудь спиритбрекер вообще не осилит. Никто не осилит, конечно же. Гирокоптер, другие задачи. Соло, между прочим, прошу прощения, тебя перебил. Он может еще одну Алибарду купить. Это будет действительно правильным приобретением, как ты уточнил, против Мадара, у которого нету Блэкингбара, его можно будет дизармить по полной программе. Продлевать действия, что называется, как хороших анекдотах. Продлевать будете? Будем, 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 конечно. Кого пытаются погнать, Соло догнать, но шарды здесь уже не достанут при всем желании. Там уже даже на рейндж этого самого скилла. Лоту Сорб. Вот что у нас, оказывается, собирал маг. Я-то думал, он шиву делает. Лоту Сорб. А против чего тут Лоту Сорб? А против Абисова, против Смордаровского Амплифай Дэмэджа. Может быть, Аи может быть против всяких там сноуболов. какие скиллы вообще являются таргет скиллами, поэтому, кстати говоря, Валрус Панчет. Я знаю то, что Валрус Панчет Ленкинсферу не сбивает. Я вот недавно это узнал, был достаточно удивлен, как вот он работает с Лотусом. Интересно узнать. Я знаю точно, что в Зеркалеце. Сноубол? Да, сноубол точно. Ладно, 21-33. Абисл Блэйд тоже должен утражаться. Но, в основном, конечно же, нужно спасать тиммейтов от Амплифая мяча. Ибо, если мяч повесит Амплифай, то Джиггернаут даже такого плотного персонажа, как Вайпер, он его легко сможет забрать. Даже с учетом мячов. А если Амплифая на нем не будет, то он его действительно долго будет ковырять, а Вайпер будет способен его кайтить при помощи Вайпер Страйка и вот первого своего скилла. Юзает команда Вега Скавадрон Смок, но это все произошло на Варде. Поэтому спалились. И НЛД понимают, где находится враг и что он собирается делать, поэтому потихонечку отступают и Спартон и Мадар оттуда. Что ж, но ситуация такая, довольно-таки затяжная. То есть, с одной стороны, есть НЛД, у них есть довольно-таки неплохое преимущество, там в 15-16 тысяч по опыту и по золоту. С другой стороны, как бы, да, и еще нету стороны целой у врага. С другой стороны, враг способен драться и более того, способен камбетчить и довольно-таки серьезный, довольно-таки больно делать. И что говорит нам о том, что опасно сейчас, но уже не должны допускать ошибок вообще. Выиграть не ошибок. Более того, Мадаро получит себе Алибарду в лицо. Блавмер скупил Спирит Брейкер. Тоже нужный атефакт, наверное, действительно лучше, нежели чем... Вторая Алибарда, конечно. Вторая Алибарда, да, нужна какая-то аура с дополнительным демеджем. Гирокоптер копит денежки. Надо посмотреть, у кого есть байбеки. У гирокоптера есть и у Вайпера. Это на самом деле самое важное, потому что их будут стараться убивать в драке. Ну да, всех будут стараться убивать, конечно, главное, чтобы они вернулись, если что. И тут Ноу Лоджи Гейминг бегут с Молки. Сейчас может быть очень неприятная встреча для Вега Складрон. Нападают на Вайпера, Вайпер получает спилотный форб, а тем временем Паша умирает в зону слэш от Мадары. Да, Ноу Ан также умирает, влетают в мага, но мага не заберут. И тут заберут Сема, который себя вроде как в сон положил и все такое, но все равно поехал домой. Байбек у него нету, 55 секунд, у него здесь даже магу перервали телепортацию, и опять же, немножко подвезли драфтер его под прям под лорус панч Спартана, и трипл килл для Мадары, и в общей сложности минус 4 оформляют ребята из Ноу Лоджи Гейминг, тем самым отправляя Вегу не целиком, на почти минуту, наверное. Форс это байбек герокоптера, у Вайпера тоже есть байбек, но он его пока не тратит, а у второй байбек пошел. И опять же, сейчас в меньшинстве, в очень серьезном меньшинстве Веган, и... Ну опять, шар этот тускаровский, и он реально просто меняет ситуацию в драке сейчас, Мадара юзает Бэйк Фури, старается идти, Соло хочет добрать мяча, который еле-еле отступает, его добивает ноуан, Экскалюбур уходит под Блэкинг Баром, у него есть и ул, надо юлить Соло и отступать. Отсюда бликается Мадара, сработал, Абисал Блэйм. По Паши! Нету Паши больше. На этой карте 83 секунды, и он не имеет никакого байбека, тут же байбек с Лордаром возвращается в драку, и все прекрасно понимают, что Паши и Вега, Складрон гораздо хуже себя чувствует, у Ноуана есть все еще Алибарда, можно пробовать подраться как не с Мадарой, но здесь, мне кажется, уже нужно писать заветные две буквы. Манта-то не спасает от Алибарды, но это не так важно. Уходит Мадара блинком, глимсует Бэйна, и тут просто какую-то непонятную ситуацию организовать игроки команды Вега Складрон, вроде неплохая стенка, но все равно Ноуанна погибает, скорее всего, ему дали глиммеркейп, это ненадолго продлевает его жизнь. Соло последний, кто остался здесь в живых, в чатусе за Дизраптором, и кто его не сможет получить. Поздравляем НОЛОДЖИ ГЕМИНГ с первой победой. Вот только мы сказали о том, что у нас синий угол ринга такой проигрышный сегодня, как ребята из НОЛОДЖИ ГЕМИНГ, смотри, вот их заулыбались, и прямо сейчас хочется к ним побежать проигрывать второй сухую тоже, конечно же, не рекомендуется, особенно вот в такой ситуации, когда нужно чуть-чуть буквально выиграть игр, и ты попадешь на ЛАН,